Украинским беженцам отказывают в трудоустройстве. Такие заголовки нередко всплывают в российских СМИ. В Чувашии такой проблемы не возникало. Однако в целях профилактики Миграционная служба Республики разъяснила об отодателям и соискателям, на каких условиях граждане соседней страны могут трудиться в России. Согласно российскому законодательству, устроиться на работу в нашей стране иностранцу не так просто. С января нынешнего года на это требуется патент. Чтобы его получить, нужно иметь медицинскую страховку, документы, подтверждающие знания русского языка, истории, основ законодательства, отсутствие тяжелых заболеваний и судимостей. Граждане Украины, которые нередко под обстрелами дома покидали без документов и личных вещей, ничего подобного предоставить российским работодателям, понятно, не могут. Впрочем, им и не требуется. Дело в том, что по закону все эти документы не обязательны для тех, кого признали беженцами и некоторым другим категориям. Граждане Украины, прибывшие в экстренном массовом порядке, для осуществления трудовой деятельности, достаточно им иметь такой документ, как свидетельство о предоставлении временного убежища или беженца. То есть, также, если гражданин Украины является участником госпрограммы переселения с отечественников. Но, как вы понимаете, отказ в трудоустройстве данной категории граждан, по необоснованным требованиям, все-таки носит дискриминационный характер и все-таки нагнетает чуть обстановку. Дело даже не в нагнетании обстановки, а в элементарном соблюдении закона. Представители компаний, где уже трудятся беженцы, отмечают, что эта трудовая сила сейчас совсем не лишняя. Как правило, устраиваться на работу приходят люди среднего возраста с приличным опытом в различных сферах экономики. Продолжение следует...